Более двухсот человек стали участниками очередного самарского фестиваля ГТО. Часть из них не просто желающие показать свои навыки, а спортсмены-любители, кто предпочитает проводить свободное время в фитнес-клубах, улучшая свою форму. Акция, когда резиденты спортивных центров проверяют силы в общедоступных состязаниях комплекса «Готов к труду и обороне» зародилась в городе год назад. С тех пор сотрудничество с фитнес-центрами постепенно набирает обороты. Фитнес-клуб предоставляет нам помещение для приема нормативов по силовой подготовке. И вот сегодня мы все беговые испытания стрельбу проводим в дворце легкой атлетики. И потом у нас еще будет плавание. Подтягивания, отжимания, бег на коробке и длинные дистанции – неотъемлемая часть комплекса ГТО. Все эти упражнения отличаются от работы на современных спортивных тренажерах и порой на деле уступают им в качестве результатов. Но зато это отличная возможность показать, как спортсмен-любитель. Посетитель фитнес-клуба умеет работать с собственным весом и распределяет нагрузку. Сложные испытания – это, я считаю, подтягивание низкой переквазина, потому что там сильный верхний плечевой пояс плюс пресс. Люди приходят, говорят, что я легко, сейчас быстро сделаю. На самом деле я уже знаю из практики, что это сложно. В этот день нормативы комплекса ГТО также могли сдать и все желающие. Вот маленькая Варя выполняет одно из упражнений – прыжки в длину. Это ее первый фестиваль ГТО. Но результат уже впечатляет. Прыгнула на полтора метра, что равняется золотому показателю. Спортивный зал пришла вместе с семьей. Все – здоровый образ жизни. Упорство девочки доказывает – спорт нужно любить уже с малых лет. Скоро я пойду на ГТО и что, я получу там мощь и силу. Какую медаль хочешь получить? Золотая, все лучшее и красивее. У нас, в общем-то, спортивная семья, потому что у нас и папа занимался спортом, он КМС по боксу. У нас старший сын тоже занимался спортом и занимается до сих пор. Он занимался кикбоксингом, на текущий момент времени занимается футболом. Поэтому, в общем-то, спорт всегда рядом. После подведения итогов спортсмены получат заслуженные награды. Как правило, торжественная церемония вручения знаков отличия ГТО проходит в конце зимы. Светлана Тимофеева, Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События.